Уважаемые дамы и господа, здравствуйте! Мы продолжаем наш замечательный курс. Я объявил в начале этого цикла, то есть когда мы снова начали читать Тору, сначала с Брэйшит, что есть такие недельные разделы, которые мы уже полностью покрыли. И вот сейчас один из них на прошлой неделе, в субботу, мы прочитали недельный раздел под названием «Бо». На этой неделе мы должны читать «Бэшалах». И там, вроде бы, и там мы уже все разобрали. Но остались неразобранными параграфы в некоторых предыдущих главах. Например, в самом первом недельном разделе главы книги «Шмот», в разделе, который так и называется «Шмот», мы не прошли параграф номер два. И поэтому я предлагаю сегодня заполнить эту лакону, разобрать параграф номер два. Но вначале у меня два маленьких объявления. Во-первых, поздравляю вас с наступающим праздником Туги Шват. И что это такое, мы немножко с вами разбирали, я так полагаю, в прошлые циклы. Вот. Сегодняшнее занятие мы посвящаем поднятию души, возвышению души, памяти жертв недавнего теракта, который произошел в пятницу вечером, в шаббат, в то время, как я сидел в пятидесяти метрах от этого места на субботней трапезе в родном моем районе Новияков. Да, погибли три человека, еще трое. Погибло семь человек, еще трое раненых. И второе объявление. Вышел новый Сидур с переводом дословным, что меня, несомненно, радует, с транслитерацией и даже с аудио. И мне удалось выяснить, что один из участников нашей программы, а именно Тимофей, принял участие деятельное в его подготовке. Я знаю, что Тимофей у нас всегда очень скромный, но все же я попрошу его сказать буквально несколько слов об этом Сидуре и Тимофей. Я сразу предупреждаю, что это экспромт. Я не договаривался, но я очень надеюсь, что польза от этого будет. Прошу вас, Тимофей, вам микрофон. Да, спасибо. Не уверен, что я принимал участие именно в Сидуре. Речь, возможно, идет о Шмана Праким, о восьмиглавах Рамбама, который при помощи НАТОМа мы удачно и оперативно организовали перевод на русский. Да, прекрасно. Так. Ну, расскажите нам об этом. Ну, что, известно трактат Рамбама, ведению к трактату АВОД, называется «Восемь глав». Речь идет о том, как исправить себя, свои качества. Вот классический труд, перевода которого долгое время не было, хотя лекции на эту тему постоянно на русском языке проходят. И вот у нас тут Юрмали, как раз-таки уважаемый Равин Шимон, решил посвятить этому очередному разкурсу, обнаружил, что на русском языке ничего нет. Вот. И мы поговорили с НАТОМ, и удалось оперативненько все это организовать. Так что приглашаемся пользоваться. Мейер Левинов. Мейер Левинов – это его, ну, как бы, может быть, он не совсем новый перевод, но, на самом счете, это перевод, которого до сих пор не было. То есть это не повторение чего-то. Это это… А где его найти, скажи? Бритулам.ру Бритулам.ру Посмотрите, там на главной странице есть ссылка на Шмон и Праким, написано «Библиотеку Африда». А кроме того, я еще сделаю объявление, действительно, во всех местах, специально дам ссылку, по чтению, может быть, онлайн и скачивание. Кроме того, если ты не ошибся, если это действительно так, ну, я, как бы, принимал техническое участие в оформлении и выставлении вот этого нового Сидура, в котором есть и аудио параллельно, и PDF, да, когда будет желание, пожалуйста, можно будет либо оставить время от занятия, либо, ну, наверное, так же специально не надо ничего делать. Я покажу, и там есть на экране, и, кроме того, там есть возможность скачивания, можно скачать и аудио, и... А где это там? Что-что? А там это где? Ну, мы сейчас, как бы, начинаем, давайте начнем занятия, я думаю. Ну, правильно, да? Либо сегодня, оставьте, не знаю, пять минут времени, я, как бы, покажу, и все. Значит, за пять минут до конца... Если же, если лень ждать, тогда на сайте pingaspolonsky.org То есть это Маханаем, получается? Кто это вообще? Ну, подожди. Это не Маханаем. Ты идешь туда, значит, какая разница? Это не Маханаем. Хорошо. pingaspolonsky.org, тебе же не важно, pingaspolonsky.org, там на главной странице есть все ссылки. Если хотите по прямому, то это просто... Я могу в чате сейчас задать ссылку, и все. Окей? Давай, давай, пусть будет. Нет проблем. Да. Так, чудесно. Итак, мы начинаем главу, точнее, продолжаем неделю главу шмот. Так, а еще одно маленькое объявление. Есть замечательная сгула. В неделю, когда читают главу Бешалах, то есть в эту неделю, в Йом-Шлиши, то есть во вторник, прочитать Порошат Ман, отрывок о Мане, прочитать, как положено, два раза читается текст на иврите, и один раз перевод пункелоса на армейский язык. Ну, вот так вот принято эта сгула против обнищания, скажем так. Не скажу, что за обогащение, потому что, вот, хоть я ее читал много лет подряд, вот, Ротшильдом я так и не стал, а вот, но, тем не менее, скажем, и не скатился в полную нищину. Вот так. Хорошо. Начинаем. Шемот Перек Бет Второй параграф книги Шемот. Шемот Ваелых Иш Мебет Леви Вайках Эт Бат Леви И пошел человек из дома Леви и взял дочь Леви. Речь идет об Амраме, как мы увидим, а дочь Леви это его жена Йохевет, она действительно была ему родной теткой. Она была дочерью самого этого Леви. Так, Анна, прошу вас, Бет. Ага. Ага. Алло, алло. Не слышно. Так, Анна, вы с нами? Да, я здесь, да. Да, да, да. Так. Так, слышно, нет? Слышу, да. Так, Бет. Ватэгар Айша Ватэлят Бэн. Ватэрі Отто Китовгу. Ватэцпэнээгу Шлоша Ерахим. Так. Да. Так. И забеременела женщина, жена. Да. И родила мальчика, сына. Да. И увидела его, что он хороший, красивый. Да. И как бы сохраняла его или охраняла или сберегала его. Ватэцпэнээна скрывала его буквально. Скрывала. Ну, скрывала, сохраняла. Скрывала его три месяца. Совершенно верно. Сказано, что Маша родилась недоношенным, поэтому она на шестом месяце стимулировала беременность. Поэтому, чтобы до девяти месяцев пока как бы обычный. Не открывала рождение. Совершенно верно. Да. Что назвала ребенком, что. Да. Но вот к концу этих девяти месяцев, потому что всем было видно, что срок подходит, да, вынуждена она была открыться. Совершенно верно. Вот те слова, которые на зеленом фоне. Мы можем найти файли, которые называются словарь. Он поставлен нашу группу в Телеграм. А вот по поводу слов, которые на желтом фоне, я иногда могу что-то добавить. Слово ерех, ереях, означает еще и лунный месяц, то есть серп луны. Здесь использование слова ходыш обычное, а слово ерех в том же значении. Теперь, пожалуйста, спасибо, Анна. Гимель, очевидно, Тимофей. Да. Да. Гимель. Влюя ехла от Цфино ватикахло теват гоме ватахмера ва эма у ва зафет ва ташем бам. Это елет ватасеф басуф аль сфат айор. Да, тут много новых слов. Непросто. Переводим. Не могла больше скрывать его от цфино. Да. И взяла его каватгумы. Да. И взяла для него тева это тоже слово означает ковчег. В данном случае коробка корзина. Так. Слово гоме это очевидно папирус. То есть растение наподобие тростника. Ва тах мера ба хамер хамер однокоренной с хомером это некое вещество сейчас я посмотрю в словаре как оно переводится. Так. Так. Пожалуйста. Как глина. Как глина. Совершенно верно. Глиной. Ува зафет а слова зафет это очевидно у нас что зафет вар кудрон пик. Асфальт. Да. Асфальт. Да. Так. Прошел дальше. В нее да. Ва тасан ба. Да. Положила в нее ребенка да. И буквально положила тростник. на берегу Нила Айор. Да. Великая река. Совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Так. Далее. У нас Людмила еще появилась теперь. Давайте. Должна быть Людмила по очереди должна быть сейчас. РФ ТОВ. Меня слышно? РФ ТОВ. Да. Ва Тетатсав Ахото Мерахок Леда Ама Еасе Еасе Еасело Тетатсав буквально и предстала встала Его сестра недалеко Поодаль как бы да. Ладе А это как знать Узнать узнать знать что ему сделается как бы Что случится с ним Да. Совершенно верно. Так. Спасибо. Людмила. Кто желает? Шуша. Шуша у нас теперь. Ватередит Батпро Верхот Аль Га Айор Айор Ва Нарвана Роте Лекот Альят Айор Ва Терэ Эт Эт Тава Ветух Асов Ва Тишлах Эт Ам Та Ве Тикхэ Нет Тикхэ Тикхэ Тикхэйга 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 Книла Ну как бы Книл И так Вот это вот Что такое Наар Тэ От слова Наара Наар Юноша Наара Помощница Какая-то Ну служанка И девицы И девицы Ее Буквально Олхот Ну идут Как бы Альят Тоже с ней Книлу Рядом Да Рядом Книлу И увидела Увидели Они Так Вот это вот Что такое Тэва Тэва Ну мы Считаем Что это Корзина Корзина Так Бытох Внутри Ну как бы В реке Да Среди Тростника Так Асов В эти шлах И послала И послала И послала Да Она этих И кого Своих Теперь слово Ама Означает Рабыня Рабыня Так В реке Как бы Атика это Вытаскивать Да Ну как бы Взять И взяла буквально Как Лаках То есть она Послала рабыню И та взяла Так можно Взяла ее Да Спасибо Шуша Совершенно верно Есть еще одно Значение Слово Ама Это Локоть Да То есть послала Буквально руку Свою И есть метраж Что всевышний Сделал так Что рука Вот этой Дочери фараона Удлинилась Настолько Что смогла Она Да Достать корзину Из тростников Метраж Спасибо Так Теперь вам Марина Если у нас Марина Здесь То Марина Да Здесь Ребенка И вот он Единец Плачет И Ахмоль Сжалилась Сжалилась Хэмла Да Над ним И сказала Это ребенок Из Еврейский Ребенок Из Сестра Его 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 сестра Да Дочери Паро Да Пойду ли я Буквально Мы это читаем Воспринимаем Как вопрос Не пойти ли мне Не хочешь ли ты Чтобы я пошла И позову Получается Да Позову Ее Тебе Позову Тебе Лах Женщину Да Вот этого Я не кормить Грудью Кормилицу Кормилица Из Еврейского Из еврейских Женщин Да Евреет Ага Значит Да И Так То же самое Выкормит Грудью Да И выкормит Грудью Тебе Тебе Ребенка Это Ребенка Да Совершенно верно Спасибо Юлия Все именно так Прекрасно Так После Юлии Я вступаю Да Теперь да Да Батумер Ла Батпаро Лехи Бателех И сказала Ей Дочь фараона Иди И пошла Слово Алма Значит Девушка Это говорится О Старшей сестре Моше Звали ее Мирьям И позвала Мать Ребенка Мать Моисея Которую звали Как мы знаем Юхевет Так Спасибо Так Анна Да так Надо поднять Наверное текст Вот так Да Суть в том Что Моисей Не брал Грудь У египетских Кормилец Поэтому Зашли Речь о том Что надо Нантиеврейскую Женщину Да Так Ватомер Атумер Ла Ватомер Ла Бат Пар О Подождите Да Бат Пар О Все Правильно Гэлихи Эт Аелат Азэ В Гэник Гу Гу Ли Вэ Ани Этэн Этэн Эт Схарэйха Вэтиках Айша Айэлэт Вэ Тэник Этэникэйгу Так И сказала Ей Ну имеется ввиду Матери Моше Дочь Фраона Ну вот Имеется ввиду Тоже Покорми Ребенка Тут интересно Какой-то глагол Я его даже не нашла Да То есть Покорми Выкорми Ребенка Этого Ну Возьми Как-то Возьми Ребенка Видимо Как-то И выкорми Этого Хайники Видимо Покорми Его А вот Это Первый Плак И я Дам Тебе Плату Твою Плату Да Плату И взяла Женщина Ребенка И выкормила Его И выкормила Его Да Совершенно верно Вот Что это за слово Я сам не посмотрел Возможно Это слово Голэх Но Смысла Это не добавляет Спасибо Это Голэх Я посмотрела На сифари Прекрасно Спасибо Так Идите пожалуйста Тимофею На Алих Я думаю На Алих На Алих На Алих Алих Да На Алих Вести Вести Ну Алих Это проводник Ну это Да Это как Гефиль От Голах От Титул Да Да Проведи Его Что получается Да Да Как-то Так Так Спасибо Так Мамшихим Ют Вайгдаль Айелет Ва Твиегу Леват Паро Ва Егі Левен Ватикра Шмо Моше Ватмер Кимінга Маем Мэ Шитігу Приводим И Пандрос Ребенок И Привели Его Дочери Фараона И Был Ей Сыном И Назвала Его Моше Сказав Потому что Из воды Извлекла Его Совершенно верно Корень имени Моше Это корень Вот этого Слова Маша Это значит Извлечь Но Маленькое Завречение Слова Моше Означает Не Извлеченный Из воды А буквально Извлекающий И Есть Медраж Что дочь Фараона Каким-то образом Узнала Это слово Вот А Оно Намекает На то что Моше Предстоит Извлечь Из Египта Весь Совершенно верно Спасибо Тимофей Ют Алиф А почему Моше Излетающий По грамматике Можно Объяснить Как поэль Маша Это значит Извлечь Вытащить В частности Вытащить Из воды Моше Это А как поэль Редкий Нет Видимо Как Пообразуются Как бы Функциональные Какие-то слова Как профессии Допустим Как я понимаю Вот Да В самом начале Следующей недельной Главной Сегодня Это урок Утром Синагодия Значит То же самое Слово Используется Вот И кроме того В благословении Про славатор Сказано Ло Я мушу Мипиха Чтобы Не покидали Славаторы Уста твои Чтобы Постоянно Они Были На устах Да Благон Действительно Редко Встречается Так Вехи Баямим Хахем Ва Игдаль Моше Ва Еце Эль Ахав Ваяр Бес Сивлотам Ваяр Иш Мицері Маке Иш Иврі Мехав И было В той В тех Водух А в те дни В те дни Да И вырос И Моши И вышел К сестре Ой Нет К братьям К братьям А к братьям К братьям И увидел К его братьям И увидел Сивлот Сувель Это страдать Страдание И увидел Египтянина Бьющего Еврея Из его братьев Да Из братьев Именно Моше Каким образом Моше Получивший Воспитание В царском дворце Солидаризировался Идентифицировал Себя С евреями А не с Богатыми Египтянами Ну Вот это Ашгаха Протит Спасибо Все правильно Может быть Все-таки Воспринимал Детей Кормильцы Как он считал Как Не поинтересно Вообще На каком этапе Кормиль Были его до двухлетнего возраста В каком этапе Он узнал Что он еврей Вот это интересно Вот это Вот это тоже вопрос Я вам скажу Да Да Так У нас теперь Слушаем Да Так Повернулся И повернулся Так Так И сяк Буквально Туда И сюда Повернулся Туда И сюда И увидел Что нет Человека Нет человека Так есть Ну никого Что ли Да Никого нет Ваят Нет Ваях Это каф Ваях Ударил Мака Ударил Египтянина Это скрыл Его Верно В бахоль В обеске Ну то есть Он его убил И зарыл Если простыми Да Убил И закопал Но никакой надписи Очевидно Не написал Да Спасибо Это верно Значит По прямому тексту Он посмотрел Нет ли свидетеля Но Медраж говорит Что Он смог Увидеть Что у этого Египтянина Нет ни одного Предка Который Сделал бы что-то доброе Евреям За что следовало бы Сохранить жизнь Этому конкретно Египтянину И Что есть Он останется жив Никто из его Потомков Не сделает Никакого добра Евреям И тогда Он Убил Египтянина Спрашивается Как Ответ Словом Обратился К Всевышнему Обратил внимание Бога На то что происходит Да Бог с ним Согласился И Египтянин Пал Мертвым И был Скрыт К риске Спасибо Так Юд Гимел Марина Марина Да И вышел Он на другой день И вот увидел Два Еврея Ницин Спорят Ссорятся И сказал Надо бы Надо бы Надо бы Выделять Строчечку А то Людям Людям Читают Смотреть Тоже Я веду Ва 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 И сказал, кто поставил тебя человеком, ну Сара это как министр, да, как важным человеком, вельможей, и судьей на нас, над нами. Над нами, Алле Гаргенни, корень, вот он, Гараг, это убить, ми, это меня, а это вопрос. Итак, что получилось? Что собралось? Чтобы убить меня? Не для того ли, чтобы убить меня, вот как можно перевести. Ты говоришь, что убил египтянина. Да, маленького Дмитрия. Ваера от слова «испугался». Испугался и сказал… Ахен, вот ведь какая штука получилась. Так, но да, это от слова «йодеа» в пассиве стало известно. Это вещь, это вещь. Это дело. Совершенно верно, вот такая штука, да. Спасибо, Юлия, все замечательно. Так, вот теперь я от этого. Ваишма парол, это два раза. Ваевакеш ларол, это муше. Ваеврах муше, митней парол. Ваешев, ваэрец, мидьян. Ваешев, эм, а, б, эр. И услышал фараон это дело и потребовал, буквально попросил убить Моисея. И убежал Моисей от фараона и поселился в стране мидьян и сел там рядом с Б.Р. с колодцем. Очень многие вещи, существенные действия в истории еврейского народа происходят у колодца. Так, теперь, пожалуйста, Анна Тет-Зайн. А почему? Да, потому что у колодца, там все людолюди приходили за водой, часто приходили, общались, встречались, общались. Все самые новости, новостями обменивались, соответственно, там все. Потому что, как интернет, как в интернет этом сообществе сейчас собираются. Или клуб. Ну, клуб, да. Да, клуб, по интересам, да. У Алиси тоже есть немножко колодец. Можете посмотреть. Так, хорошо. Молыкоэн мидьян шэва банот. Вэта ваттавона, вэта тідлена, вэта малэйна, эт а хары арыгатим лэ шкод сон афигэн. А у Коэна, ну, имеется в виду жреца мидьянского семеро дочерей. Имеется в виду, тут дальше будет речь об Итро. Да, да. Жреца Итро, у него семеро дочерей. И вышли они, вернее, как, видимо, что-то такое, кого-то они вывели, имеется в виду, видимо, все-таки. Наверное, да, стада. Адгэви, видимо, привели, видимо, скот. Да, да. И начерпали, вы начерпали этот дли ведро, а имеется в виду, начерпали ведром, видимо, варводички. Вэта малэйна, и наполнили малэ. Эт, вот это рэгатим, это как, ну, типа корыта, из которых поэт жрец. Корыта, совершенно верно. И наполнили вот эти корыта, чтобы напоить лишь кот, шаке, поить, и напоить скот отца своего. Ну, это гэн, вот это окончание женского рода везде. Вот это на, и вот здесь гэн, это именно женщины. А не женщины это сделали, эти девушки. Да, 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 верно. Так, спасибо. Сон, а ви, гэн, их, отца. Да. Спасибо. Юдзайн. Тимофей, пожалуйста. Юдзайн. Вая Вову, а вы, вае Гаршун, вая Камошэ, ва Ёшэанд, ва Ёшэк, эд Цонам. И пришли пастухи, и прогнали их, и встал Мошэ, ва Ёшэанд. О, щи, я, да, спасти, спасать. Да, и спас их. Заступиться, посетить. Мишан, заступиться. Ваяшк, как-то. Ваяшк напоил буквально. Он напоил стада их. Стада их, да. Стада их, да. Спасибо, Тимофей, да, да, именно так. Юд, хэт. Юдхэт Людмила, да? Людмила, Людмила, да. Ва Тавона эльф, ре у эльф, а ви хэм, ва йом армадуа ми хартэн бога йом. Совершенно верно, так. И ва Тавона. Привела, да, она. Пришли буквально, пришли. И пришли. Это форма множественного числа женского рода, да. Пришли они. К Реуэлю, так он здесь назван. Это кто? Это Роу, у него было семь имен. Это их отец, отец. Рашу приводит семь имен, так и у него были. И сказал, это вот все есть в Хумаше или это только? Это в Рашу. Это в Рашу, по крайней мере. У Раши, в комментарии, в комментарии, да. И сказал, почему? Ле Магерк. Поторопились они прийти сегодня. А раньше? Почему раньше? Раньше, чем обычно, да. Спасибо, спасибо, Людмила, все именно так. Я слышал такую шутку, что вот эти вот семь имен и троп были связаны с тем, что у него было семь дочерей, и в семи местах он одолжил деньги на свадьбу. В еврейском обществе существует такое понятие ГМАХ. То есть фонд, где можно беспроцентно одолжить деньги. Но если человек взял суду в одном месте и выплачивает ее, он не должен вправить в другом месте, потому что он не сможет тогда справиться с выплатой сразу в два места. Часто человек не отдает себе отчет, что он ставит себя в безвыгодное положение. Поэтому обычно, когда в один фонд обращаются, то там проверяют, не записан ли обратившийся как должник в других фондах. Поэтому в каждом фонде он записывался под новым именем. Поэтому у него семь имен. Вот такое объяснение. Это бдиха или это шутка? Каждый в дихе есть доля в дихе, как вы знаете. Понятно. Во всяком случае, во всяком случае, меня это не удивило бы, если бы это было именно так. Так? Хорошо. Ютет это чей? Слушал. Слушал. Ва тамарена... Томарна. Томарна. Иш Мицрай... Мицрин. Ицелану. Иш Мицрин. Ицелану. Мияд Ароин. Вагам дало... Дала лану. Яшок. Яшко. Яшко. Это совершенно верно. Такое. В этом... Ну, и сказали? Ну, дочери. И сказали о нем, да. В женском роде. Так. Иш Мицери. Игиптя. Игиптяне так. Ицелану. Как бы так сказать? Ицел. Ицел. Это спас. Спас. Нас. Нас. Атрух злодеев. Или... В данном случае Роэ это пастухи. Но злодеи могут быть и пастухами. Соответственно, и пастухи могут быть злодеями. Так. Так что... Да. Вагам дало дала. Это не цыганская песня. Вот. И это не русское слово кто-то кому-то дала. А что это такое? От слова дли. Начерпали. И начерпать начерпал. Нам. Нам, да? Так. Вы же... И напоил овец. А яшк. И напоил. Да. Кого? Стадо овец. Нет? Цонок. Да. Да. Совершенно верно. Да. Вот. Очевидно. Именно вот благодаря этому слову есть популярное имя в еврейском народе. Яшк. Спасибо. Спасибо, Шуша. Все. Все правильно. Да. Кав, пожалуйста. Чей? Марина. Марина. И он сказал своим дочерям. Почему вы оставили этого человека? Да. Да. Позовите его. И пусть он ест хлеб. Хлеб. Да. Да. Верно. Совершенно верно. Спасибо, Марина. Все правильно. Кав, Алиф. Привет, Юля. А, простите, это условно хлеб, да? То есть они, корма хлеба, тоже что-то ели? Ну, конечно. Наверное, не только хлеб, да. Ну, более того, комментаторы считают, что это поесть хлеб, это имеется в виду пожениться на ком-то из, взять в жены какую-то из девушек. Отец имел в виду подкушать хлеб, имел в виду именно, что приведите его, и пускай он кого-то из вас возьмет в жены. Да, хороший человек. Глаза добрая. Какую-то булочку, да? Пожалуй, сдобную. В Аюэль может быть лучше, чтобы быть лучше, чтобы быть лучше. И согласился, я так понимаю, да? Вот я забыл это слово посмотреть, а надо было бы его выделить, да? В Аюэль может быть лучше. Очевидно, так, да. По смыслу так. Посесть, посадить человека. Обосноваться буквально, да. Ага, обосноваться. Обосноваться. А почему это? Наверное, слово «эт» здесь в значении «с» вместе. Это второе значение. То есть это может быть не только предлог родительного падежа, но и соединительный союз с человеком. Ага. То есть с этим, который не трогал. Посесть, в общем, с ним. И дал цепору Моисею дочь свою. Дочь свою, Моисею, да, совершенно верно. Так, спасибо. Кав, Бет, кто желает? Теперь уже вы желаете. Я желаю. Хай, конечно. Так, я уже вижу, что я желаю. Так. И родила сына, и назвал имя ему Гершом, что означает буквально пришелец там. Ибо сказал пришельцем «был я в земле чужой». Так, я полагаю, что мы сейчас дочитаем, и у нас как раз останется время немножко поговорить о двух вещах. О Шмонопраким Шель-Рамбам и о Новом Сидуре. Так, прошу вас тогда, Анна. Пускай, девочки, пускай почитают дальше наши ребята. Тимофей, девочки, иначе не достанется. Пускай ребят почитают. Так, хорошо, хорошо. Пожалуйста, Тимофей, как гимель? Давайте я. Как гимель. Переводим. И было. После многих дней. И умер царь этих... И умер царь Египта. Ва-е-ан. И закричали. И застанали. Да, закричали. Да, застанали сына Израиля от работы. Да, ва-и-за-аку. И закричали. Это тоже только закричали. Да, да, да. Ян ходит, скорее вздыхать, вздыхать, стянать. Да, пожалуй, вздыхать, да. Возапили. Возапили, да. Возапили. Да. Вагаль. Шаватам. Поднялся. Да. Стон, крик, их... Нет, шав, шав, это мольба. Это их мольба, молитва. Кава. В молитве, в молитве встречается. Да. Понятно. Подняли их мольбу к Всевышнему от работы их. От работы. Да. Да, спасибо. Спасибо, Тимофей, все правильно. Кав, Давид, кому достанется? Людмила. Ваишмай лаким эт наакатам ваизкор лаким эт брито эт Авраам эт Ицхаковы эт Яков. И услышал Всевышний... Ну, тоже крик их, крик, зов там. Тон, крик, да. И крик, и вспомнил Всевышний завет его с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Да, совершенно верно. В Гимел кому поручим? Так, слушал. Ре, Ре, Аллахим, эт бне Исраэль, ве, да, Аллахим. Можно сказать, и увидел Всевышний народ Израиля и познал Бог. Ну, и узнал. И узнал, да, и узнал Всевышний, совершенно верно. Ну, мы с вами знаем, что происходит дальше. Ну, слава Богу, на этой неделе мы уже читаем о том, как народ Израиля вышел и спасся от фараона от преследования его на Ямсуф. И мы подходим к получению, к началу получения Торы. Так, спасибо, товарищи. Теперь мне хотелось бы посвятить некоторое время, вот, двум приятным известиям, вот, расскажите нам, что же у нас такого хорошего произошло. Потому что о таком ужасе, как очередной виток напряженности и нападений и гибели семерых израильтян и евреев в районе, буквально очень близком к тому месту, где я сейчас нахожусь. Мы, конечно, уже слышали. Пожелаем выздоровления раненым и возвышения душ погибших. Прошу вас теперь что-нибудь радостное. А вот если бы надо бы демонстрацию, может быть, экран сделать, чтобы показали всем желающим. Секунду, если речь идет про демонстрацию я, то я сейчас... Да, я отключился, да. Да, нет проблем. Сейчас я вернусь обратно к вам. Да, извините. Вы опять болеете, Рафлева? Значит, я начинаю с... Расклеится, что ли. Сейчас, я начинаю с шмона тракем. Да, интересно. Вот это здесь. Окей. Ну, а дальше как бы вот все. Есть объяснение. Это как бы не просто перевод, скажем так, а это перевод с примечаниями. Нажимаете на примечание, соответственно, прыгайте на примечание. Окей. Ну, и вот начинаются все главы. Next page – это, соответственно, следующая глава. Вот мы... А, мы сейчас находимся в их введении. Вот идут сноски объяснения. Окей. Соответственно, если так, то возвращает вас обратно в текст. Если вы находитесь в 8, нажимаете на 8, он прыгает в 8. Окей, доходите до конца. Вот у вас next page – это, соответственно, первая глава. Ну, и все. И так вы читаете, и так дальше. Значит, параллельно еще есть несколько вещей. Во-первых, есть скачать электронную версию в любом удобном для вас формате. Есть скачать в виде EPUB. Это электронная книга. На мой взгляд, очень удобно. Можете установить читалку в телефоне, либо на компьютере. Есть расширение в хроме. Как только скачаете, он вас сразу там раскроет в виде очень удобной книги с содержанием совсем. Кто-то предпочитает PDF, можете скачать в виде PDF. Окей? Это про новый сайт, что ли? Еще раз. Про новый сайт речь идет? Это про то, что я сейчас объясняю. Здесь написано «8 глав Рамбама». Это произведение «Новый перевод на русский язык». Я понимаю, его и не было перевода. Я вот когда все время искала, по-моему, не было русского перевода. Если английский, я пользовалась английским, когда мне он понадобился. Я сказал, что, во-первых, есть Крият онлайн. То есть чтение онлайн, это мы сейчас просмотрели, правильно? Есть скачать электронную версию, можете скачать и, соответственно, оффлайн читать. И, кроме того, есть еще видеозаписи. Были лекции Рава Йоны по Шмуна Праким. Да, кстати, очень хорошие были лекции. Как шайт найти этот? Натан положил ссылку. Я положил ссылку, наверное, на Сидор. Сейчас, пожалуйста. Сейчас я вам сделаю. Пару слов буквально о содержании. О чем это Шмуна Праким? Ну, послушай, ты знаешь лучше меня. Это предисловие. Вот Тимофей может сказать, они сейчас это изучают. Тимофей, конечно. Давайте, да. Значит, есть трактата «От. Поучение отцов». Часть смешная. И Рамбом написал видение к трактату «От». И назвал это видение «8 глав». Шмуна Праким. Как бы не очень большой, но достаточно важный труд. Состоит из «8 глав». Да, весьма важная. В общих словах речь идет о исправлении своих качеств. Каким образом это делать. И Рамбом старается все это осветить и разобрать. Ну вот, действительно. Рафьёна проводил на эту тему лекцию. А сейчас мы в нашей местной маленькой группе онлайн тоже это изучаем. Местный юрманский раввин это ведет. Если есть у кого-то интерес, то можете присоединяться. Это инициатива Рава общины Юрмалы, Равы Шимана Кутновского, да? Да. Вот все лекции Равы Йона. Это было сколько-то лет назад. Я вижу тут старый Мисрат еще, который был. Это было сколько-то лет назад. Но неважно. Вот, пожалуйста, все можно сказать на одной странице. Я положила в группу ссылку на вот... Телеграм, а то Азиатус не готовно будет. Да, да, да. Окей, с этим мы закончили. Прекрасно, да. Теперь прошло про Сидур. Наверное. Теперь Сидур. Сидур тоже ссылку я поставил. Находится на другом сайте, но нам это не очень важно, где все это находится. Вот ссылку прямую я вам поставил. Вот эта ссылка, которую я дал. А вы ссылку в Телеграм? Ссылку в Телеграм? Ссылка стоит и в Телеграме, и в чате. О, хорошо, спасибо. Нет проблем. Окей. Вот тут пример. Что? Да, вот тут все. Значит, что тут есть? Читателям есть? Есть страница Сидура, а именно PDF вместе с... Они, к сожалению, по техническим причинам не весь Сидур. А он стоит только вот досюда, где есть, соответственно, ссылки. Ну, вот нажимаете MUDEANI, например, да? Вот здесь у вас есть PDF. Вот у вас есть PDF, да? Так. Неважно, утром, ночью немножко напал весь этот самый сайт, поэтому здесь еще будет отдельно саунд, да? То есть здесь еще должно быть... Нажимаете, и у вас слышен звук. Это я сейчас исправлю сейчас пять минут. Так. И, соответственно, вы идете так по всему. То есть вот эти вот сейчас страницы... Это телецфарат, извините. Это шкинастка. Посмотрите в объяснение, которое к читателю. Я думаю, что там это упоминается. Окей? Транслитерация – это то, что классический в речи, а сефардская транслитерация. Нет, давай сейчас это не... Не про транслитерацию, а... Ребят, сейчас не будем... Ну, так и шкинастки, да. Так и шкинастки, конечно, да, шкинастки, естественно. Так. Не уверен, но... Окей. Теперь дальше. Понятно, да? Ну, и так, соответственно, все вот эти страницы, вы можете идти по порядку. Здесь будет звук, а здесь будет... Здесь будет звук того, что появляется на странице. Окей? Соответственно, можете вернуться обратно в оглавление, найти новое, но это вот до этого момента. Теперь дальше. Да, 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 да. Сейчас, секундочку, тут еще было такое. Вот есть еще только аудио. Если вы хотите отдельно, то он ведет вас просто в место, где вот это вот можно скачать. Тут находится все аудио по страницам. По страничкам. Да. Интересный аллогический вопрос. А можно на самом деле... Можно послушать это аудио. Погромче сделаю. Да, да, еще. Субтитры создавал DimaTorzok. Кстати говоря, профессиональный мойль, это... Взять это называется, хатанная пинхаса. Это муж его дочки, Ривки. Он профессиональный мойль, и кроме того, он профессиональный чтец. Поэтому у него, в общем, чтец и айн все на месте находятся. Можно положиться на правильное разрешение. Это очень важно для тех, кто начинает учить еврей, и для тех, кто начинает молиться посидуру. Надо, наверное, добавить, что прослушивание текста не засчитывается как произнесение текста. Текст должен быть произнесен. Если вы повторяете слова за чтецом, то вы молитесь. Если вы только слушаете его, вы учитесь. Что тоже, в общем-то, важно. Да? Окей, ну все на самом деле. Вот, то есть, если хотите онлайн, то можете и слушать, и читать, либо только слушать. Если хотите делать оффлайн, то вы скачиваете электронную версию. Насколько я помню, там в PDF-ах стоят везде QR-коды. Вы можете навести телефон и получить, скачать аудио. Либо скачиваете все аудио, как я вам показал. То есть, тут все это есть. Ссылка находится в Телеграме, в чате. Все? Окей. Спасибо огромное. Да. Он, кстати, распространяется везде. Если кто-то хочет заказать, пожалуйста, там есть тоже ссылка. Можно написать заказ. Имеет смысл, да. Если кто-то находится в Израиле-малая-думим, пожалуйста, они у меня здесь в Махсане, типа, складе у меня какое-то количество есть. Чудесно. Хорошо. Значит, имеется в виду бумажная книга, а аудио введите скрипится. Да, аудио, там стоят QR-коды. То есть, ты можешь навести телефон и послушать. Это достаточно. Либо скачать здесь. Либо скачать здесь. Спасибо. Спасибо. Окей. Все понятно. Хорошо. Успехов. Всего доброго. Шенч-шмапсорот-толот. Да, псорот-толот называется. До новых встреч в эфире, товарищи. Всем счастливо. Спасибо. Счастливо. Пока-пока-пока. Спасибо.